здравствуйте вы на канале о вязании канал называется емеля нити меня зовут юлия я для вас снимаю видео которые посвящены вязанию мастер-классом каким-либо опытом в вязании и собственно сегодня мои видео будет посвящено тому что я навязала за прошедшее лето это лето меня было продуктивно на мастер-классы на описание которые я стала выпускать на раввлери также описание вы можете видеть на этом канале на youtube и сейчас я покажу шапки которые связала и комплекты я начну с шапок которые связаны из пряжи малабрига если кому она известна и вы посмотрите у меня на канале есть видео когда я покупала эту пряжу уже не помню в каком месяце и вот наконец я из нее связала шапки и выпустила на них собственно описание вот такие мне три шапочки появились в общем вот такая вот она серо-голубая жемчужная фуксия с переходами на такая приглушенная тукс фуксия с сиреневым синим ягодные ежевичные цвета и вот такая шапка со спиральным узором вот здесь цвет называется парижская ночь это все шапки бини начну вот с этой она связана лицевую гладью все шапки немного свободно сидят на макушке сейчас я померю длину шапки вот у меня шапочка длиной 24 сантиметра сейчас я примере покажу как это посадка сидит вот так это выглядит на эти шапки ушло разное количество пряжи но в любом случае одной пасмы вам будет достаточно зависимости от рисунка и расход разный вот на лицевую гладь на такую самый меньший расход на вот эти две шапки особенно вот на эту самое большее количество пряжи ушло потому что рисунок вот такой жемчужный съедает очень много но зато он очень плотный получается рельефный такой объемный красивый и объем у него больше да то же количество петель вы возьмете для вот такого рисунка и ширина будет разная в итоге сейчас я тоже надену купол у нее тоже немножко по-другому сидит чем на лицевой глади вот так выглядит шапка и тогда сейчас примерю шапку вот эту темно-синюю что касается пряжи пряжа очень мягкая очень нежная очень шелковистая это ровница ровничная скрутка то есть она и здесь стопроцентная мериносовая шерсть она склонна к закатыванию обращаться с ней нужно нежно но в меру то есть любая шерстяная любая натуральная нить она будет у вас закатываться особенно склонна ровничная нить вот такая но тот уровень нежности и гладкости который свойственен именно вот этой пряжи малабрига да когда от которой мы ведем речь он ну не сравним с другими можно там другую конечно брать пряжу но это очень очень нежная очень когда вы постираете эту шапку она у вас будет нитка становится тоньше и соответственно шапка кажется она куда-то вот разлазиться в сторону потому что она очень податлива становится шерсть и полотно да получается которое и кажется что шапка потеряла форму но ей нужно ее аккуратненько стирают это деликатном режиме только стирается руками и собственно потом придается форма после сушки на горизонтальной поверхности и шапка опять принимает свой вид здесь главное вот с такими пряжами с любой натуральной пряжи которая вот нежная не выжимать не скручивать очень деликатно с ней обращаться вот вязала я их на спицах 5 и 6 резинка на пятерке основное полотно на шестерке рекомендуемая толщина спицы у производителей конечно же толще я выбираю всегда меньше вот такие три шапки вот эта шапка мы продажу носили это мужская шапка бине двухсторонняя она с двух сторон черная это было пожелание мужчины которые носят просто черная шапка это пряжа катя гоби составе у нее есть верблюжья шерсть это шнурок просто лицевая гладь вязала я на спицах три с половиной на пол на размер меньше чем рекомендуемые производителем и про эту пряжу могу сказать что она очень сильно закаталась вот в первую же половину сезона это было связано в конце сезона и выглядит немножко как валенок но вероятно потому что это пряжа шнурок и когда вы вяжете шнура нужно им вязать чуть свободнее наоборот потому что шнур в процессе стирки он раскрывается распушается становится объемней и соответственно когда ниткам нет места вот в полотне они начинаются усиленно тереться друг от друга при носке до при эксплуатации и за кошла чего не до закатывания изделия становится еще интенсивнее сильнее но пряжа очень мягко очень приятная кстати даже на себя надену на такая унисекс и вот от такой шапки у вас отпечатков точно не будет на лбу ну очень мягкая такая мужская чуть-чуть нависает макушка сейчас я покажу еще вот эти шапки наверно поближе хочется посмотреть шапки из малабрига у них макушки закрыты по разному вот дальше покажу вам комплект у меня очень много бини таких без особых сложных орнаментов вот еще одна скоро я на нее опубликую описание она будет доступна на ютубе на раввелере бесплатное описание сможете создать себе такую же это длинная бини нас для того чтобы носить ее либо с отворотом либо с очень большим напуском на затылке вот в сравнении с такой шапкой сейчас скажу длину 31 сантиметр вот я сейчас надену без отворота так сильно свисает макушка если мы отвернем ну сантиметров на 5 на 6 примерно так интуитивно вот так можно ее отрегулировать и носить лицевая гладь закрыта на 4 сектора это пряжа сиам валенсия полушерсть полушерсть по-моему это шерсть с акрилом в общем полушерстяная шапка что касается пряжи ну пряжа недорогая достаточно и когда я из нее вязала она как-то склонна расщепляться при вязании и ну честно говоря другие ощущения если ты вяжешь из например из мериноса и из этой пряжи из шерсти как-то вот чувствуется что есть здесь синтетическая нить на ощупь мягкая колодца не будет если вы себе будете вязать такую вполне пристойная пряжа очень хорошая в таком плане ну просто это полушерсть акрил есть акрил но вполне себе достойный здесь очень широкая палитра у этой пряжи я именно из-за этого на ней остановила свой выбор и к этой шапке у меня еще связался вот такой шарф как раз благодаря широкой палитре вот этой пряжи сиам валенсия я на ней остановила свой выбор для такого шарфа у меня была мысль связать такой шарф сейчас я покажу с торца перехода цветовыми вот столько цветов такой у него осенний осенняя гамма шарф имеет лицевую и изнаночную стороны длина у него метр восемьдесят ширина двадцать шесть сантиметров тоже сиам валенсия такой геометрический рисунок рисунок повторяется на протяжении всего шарфа и по всем сторонам шарфика узор жемчужная гладь чтобы не скручивалась полотно внутрь потому что здесь все таки лицевая гладь по этой стороне несмотря на рисунок чтобы более форма в общем была устойчивая вот такая же жемчужная вывязана кромка ну еще для того чтобы в принципе окаймить рисунок и здесь использован узелковый кромочный край как это сделать можно посмотреть у меня на канале я тоже об этом рассказываю этот шарф я вязала с описанием описание у меня на раблере здесь ушло смотрите кстати один цвет один моток сейчас я померяю вот длина сектора 31 сантиметр ширина у него значит 26 ну естественно я вывезла моток до рапорта и какое-то количество у меня оставалось поэтому не так поэтому наверно где-то уйдет вот чуть-чуть подлиннее если не учитывать рапорт ну сантиметров 33 на 26 собственно вот в такой в таком рисунке ушел один моточек спицы по-моему 4 один цвет второй ну гамма очень красивая у этой пряжи прям на любой вкус я такие осенние цвета подобрала также у них есть еще и много розовых синих всякие-всякие-всякие очень широкая палитра очень поэтому вы сможете подобрать на любой вкус выбрав вот эту вот пряжу цена на сегодняшний день сегодня нас август девятнадцатого года 225 рублей займется моток вот такой шарф ну вы видите что полотно такое пластичное и приятное очень еще один палантин то был шарф это палантин это мой первый опыт вязания асимметричного изделия палантин имеет форму разностороннего треугольника у него есть одна длинная сторона короткая сторона и еще одна длинная сторона это симметричный палантин вяжется от одного конца к другому особо методом прибавок и убавок получается вот такая форма использованы здесь узоры столбики и вот такой лиственный узор геометрические такие листья я больше склонна вот к такие такой геометрии пока мне не очень интересные очень ажурные такие дизайны больше нравится такой пряжа это лэнс дюнерд поэма цвет номер 26 вот такая гамма цветов очень приятно это ровничная пряжа она по своей поверхности вот само полотно получилось более пушистая чем например вот эта пряжа хотя это и то и то ровница это больше пушка на ней сейчас я а длина у этого кстати изделия это один моток в длину он 2,30 а по самой широкой части 36 он носится собственно как угодно вот так его можно носить непринужденно и в связи с тем что такой длинный край его можно оставлять либо вот так либо навязывать узел очень красиво и декоративно смотрится мне очень нравится с узлом вот такой палантин так теперь перейдем на крючок с помощью крючка я связала этим летом вот такие две шляпы на такую шляпу на такой дизайн у меня есть видео урок на моем канале вы можете увидеть это две детские шляпы у одной поля провисают можно посмотреть у другой больше держатся рафии ушло два мотка на обхват головы на обхват головы 50-51 у них неглубокие куполы вот эту шляпу мы носим высота купола по-моему 13 сантиметров и она слегка прикрывает мочку ухо и я думала честно говоря что шляпа будет спадать от ветра но несмотря на мои опасения она держится на голове даже когда дует ну такой нормальный ветер я думаю это потому что это рафия сама по себе не скользкая она не такая уж легкая да как например в отличие от какой-то тонкой панамы текстильной и совершенно не потет голова отличная считаю пряжа вот только из нее теперь буду вязать те летние шляпы ребенку вот так выглядят поля вяжите крючком номер 4 вот здесь я ее украсила лентой по желанию заказчицы у этой шляпки по ободу по кругу проходит цепочка из воздушных петель вот так позади я ее завязала и связала вот такой из ниток цветок и вот эта цепочка она не спадает потому что я ее привязала также из рафии сделала ленточки небольшие и привязала к шляпке их спрятала их потом в столбике вот такие можете научиться тоже есть у меня урок еще у меня есть пару изделий которые связала крючком это две сумки одну из них я показывала на своем аккаунте в инстаграм вторая еще не была нигде опубликована это первая сумка в которой я говорю вот так она выглядит пряжа здесь и лария бриллиант в составе хлопок вискоза и полиамид вот этот блеск благодаря вискозе сумка приобрела сейчас поближе к камере покажу выливается как нитка представляет из себя похоже на тонкий шнур основа у него хлопок и обмотка вискозная связана крючком донышко овал я уплотнила донышко пластиком внутри пластик связана эта сумка крючком а ручки связаны спицами лямка методом magic loop а уже вот эти тоненькие шнуры связаны айкордом шнурком в сумку помещается у меня чехол для телефона то есть чехол для очков телефон ну и поместится еще какая-то пудреница может быть ухи помада это специально была спроективно связана такая сумка небольшого размера чтобы ну с собой просто носить такие первые необходимости так скажем вещи длина у сумки ручки такова что она у меня опускается до бедра очень приятно на ощупь такая слегка прохладная ну как вот когда вы трогаете вискозу да на ощупь она такая текучая значит у этой сумки есть подкладочная ткань если сумка у меня ну такая фуксия да яркая-яркая малина подклад для нее я использовала цвета хаки надеюсь на камере это видно я специально выбрала контрастный материал не хотела тон в тон чтобы хорошо прочитывался вот этот ажурный узор и если бы я взяла сильно темнее например черный цвет то ну это были бы слишком большие провалы и слишком грубо бы смотрелся вот этот нежный ну такой яркий летний такой да малиновый немножко цвет мороженое ну что такое в нем есть очень солнечное и черный бы его грубил ну а это так скажем красный и зеленый они расположены на противоположных сторонах цветового круга и при правильном применении хорошо себя дополняют подклад здесь для костюмов в общем это обычный подклад сшит отдельно на машинке сострочен причем внутренние швы когда я его сострачивала он выполнен у меня простынным швом здесь не использован верлок и внутренняя сторона подклада вот как бы его изнаночная сторона она смотрит вот сюда на лицо потому что с внутренней стороны да когда мы заглядываем в рисунку здесь лицо подклада и несмотря на то что изнаночная сторона сюда выглядывает никаких ниток из подклада выглядывать не будет ниоткуда хотя и швы выполнены здесь в глухой части сумки потому что простынный шов он предполагает что мы зашиваем с двух сторон и минуем верлок очень прочно и подклад сшит и пришит вручную к внутренней вот здесь по верхней части к внутренней стороне сумки так как у нас толстая нитка то благодаря этому мне удалось цепляться просто вот некоторые петельки в столбиках и с внешней стороны совершенно незаметно что пришит подклад и в том числе когда пришивала магнитную кнопку я пришивала ее такой же ниткой снаружи тоже не видно швов у подклада у сумки нет кармашков здесь одно отделение вот такая сумочка хочу по ней сделать описание чтобы рассказать как я связала но пока нет времени на это пока у меня другие планы такая сумка я ее уже немножко поносила мне очень понравилось очень удобно и практично всегда все под рукой вторая сумка которую я связала крючком в том числе спицами из той же пряжи бриллиант это вот такая сумочка она уже имеет более ну такой гламурный что ли вечерний вид вариант тоже ушло два мотка плюс на верхнем клапане и в ручке я добавляла нитку люрекса для вот такого металлического блеска сумка связана крючку ручка спицами и внутрь в полость шнура который у меня получился я вдела хлопковую веревку для прочности и чтобы сама ручка держала вот такую круглую форму и получается она выглядит сейчас как цепь такая небольшая металлизированная металлизированный шнур вот так с обратной стороны она без блеска клапан закрывается двумя магнитными кнопочками вот такой нажурный ну видно и по контуру клапана я продела и закрепила сутаж чтобы он держал форму и не был совсем мягкий потому что вот эта сетка она ну даже прочности не придает она декоративная у сумки у этой несмотря на то что она такая маленькая получилось аж целых три отделения два основных и один маленький по тайной кармашек вот здесь между ними я покажу поближе как выглядит ее рисунок основной и клапан вот такая сумка пока я еще не использовала но так дома примеряла мне понравился результат такая сумочка ну что же это все предметы которые я связала за прошедшее лето может чего-то и не успела чего хотела но все что смогла спасибо вам за просмотр я надеюсь это мой обзор небольшой чем-то вам помог если вам понравилось пожалуйста пишите лайк подписывайтесь на мой youtube канал оставайтесь на мной подольше буду стараться вас информировать о каких-то других моих новинках о мастер-классах об описаниях об обзорах все что вы хотите еще может быть узнать пожалуйста напишите внизу в комментариях я буду стараться делать видео которые будут интересны именно вам спасибо вам большое до следующих новых встреч пока пока